Служение-помазание 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 Человек, который любит Бога и имеет достаточно терпения, чтобы находиться в его присутствии, не жалея времени, сможет приблизиться к Богу так, как не приблизятся другие. Третье. Научиться жертвовать. Жизнь Авраама показывает нам, что если мы хотим дружить с Богом, то необходимо будет жертвовать. Так же и Моисей жертвовал всем, ради того, чтобы 40 дней оставаться в Божьем присутствии. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Исход 24, 13, 18. Иисус Христос также оставлял всех и все, ради того, чтобы терпеливо оставаться в присутствии Отца. Матфея 4, 1, 4. Причем в жизни Иисуса проведение времени с Богом было не временным явлением, а образом жизни. Он зашел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Луки 6, 12. Иисус любил быть в присутствии Божьем, тратил на это время и жертвовал Собой. Те же самые качества мы видим и в жизни Ильи. Он ждал Божьего присутствия, любил Его, терпеливо оставался в Нем и умел жертвовать. Третье царство, 18, 41, 46. Другом Бога сможет стать тот, кто ради проведения времени с Богом готов пожертвовать временем общения с женой, занятием хозяйскими делами, принятием пищи, своим комфортом. И это все та цена, которую нужно заплатить, чтобы стать другом Бога. Четвертое. Научиться доверять Богу. И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Бытие 22.1.3 Бог попросил Авраама принести в жертву самое драгоценное, единственного, долгожданного сына. И Авраам потому был готов сделать это. Пожертвовал своим ребенком, что доверял Богу, и знал, что Бог ничего плохого ему не пожелает, ведь он автор жизни. Своим поступком Авраам доказал наивысшую степень доверия Богу. Пятое. Быть послушным Богу. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Иоанна 15.14.15 Без послушания невозможно научиться ходить с Богом, дружить с Ним. Иисус – пример послушания, и Он призывает нас быть послушными Богу. Шестое. Иметь страх Божий. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет в благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся Его. И завет свой Он открывает им. Псалом 24.12.14 Бояться Бога – это благоговеть перед Ним, почитать Его. И таких людей Бог почитает особым образом. Страх Божий приводит нас к особенно близким отношениям с Богом. Итак, мы видим, что абсолютно разные люди в разные времена использовали одну и ту же формулу. Как стать другом Бога? Первое. Любовь к Божьему присутствию. Второе. Быть терпеливым и не жалеть времени, чтобы оставаться в Божьем присутствии. Третье. Научиться жертвовать. Четвертое. Доверять Богу. Пятое. Быть послушным Богу. Шестое. Иметь страх Божий. Я молюсь, чтобы мы последовали примеру великих мужей Божьих и заплатили всю ту цену, которую необходимо, чтобы стать друзьями Господа и ходить с Ним, являя Его славу на этой земле. Для более глубокого изучения этой темы рекомендую вам прочитать следующие книги. «Жизнь предсказуема. Разумение Бога. Человек, которого будет использовать Бог. Бойся Бога». Автор Сандея Аделаджа. Их можно приобрести на книжных раскладках. С любовью. Старший пастор. Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов. Сандея Аделаджа. Спасибо, Марина. В этом месяце, очень простой вопрос. Простая тема, виды вопроса. Можно ли вообще стать другом Бога? Мы можем стать миллионером, мы можем стать пасторером, мы можем стать апостолером, мы можем стать политиком, мы можем стать общественным идеей. Но нету не живо, что можно сравнить, сравнить с тем, чтобы быть или стать другом Бога. Причем, люди, которые были другом или друзьями Бога, они были ни проповедниками. Ни один из них не были проповедниками. Они были обикновены, мы людьми. Слышно за это или нет? Плохо слышно. Потому что, на это раз, я не смогу крышить, я, мой организм спит, я сам стаю, но ишио спит там. Потому что, переменам времени. Ещё раз хочу сказать. Те люди, которые были друзьями Бога, Библии, допустим, кто-то из них, Даниил, он был политиком. Но это ему не помешало приблизиться к Богу так сильно, что он стал Божьим товарищем. Иосиф, политик, премьер-министр страны, шин не помешал ему, звание не помешало, должность не помешала, доходы большие не помешали ему стать другом Бога. Поэтому, когда я говорю о том, как стать другом Бога, речь не идёт о том, что, ой, значит, я надо бросать всё и стать проповедником. Или, значит, если я не стану пастором, у меня этого не получится. Нет? Обыкновенные люди ходили с Богом. Я не знаю, как вы будете известны на небе, какое качество, как вас будут знать небеса, как плотника, как компьютерщика, как столера, домахазаика, мат двои детеи, а тес, десетирио детеи, или ишто штайшо. Или ве, будете известны на небе, отец, десетирио, Тола ут, которые хадиро, идружио, семагуши Бока. Много могут быть деятельности Много могут быть Заятаразных Много могут быть Различных Занятий И различных дел Но не дай Бог Чтобы эти все дела Лешили нас Самого главного Умение ходить с Богом И дружить с ним Вы знаете, я это больше всего понимаю сейчас Когда у меня график стала невозможной Когда мне приходится летать И ездить И Бог не ущит Ущит Даже тогда, когда не получится Уходить Убегать И У тебя все время Чтобы уединиться с Богом Или тогда, когда не получится Только заниматься церковными делами Или когда не получится только в церкви Сидеть с утра до вечера Умение Находить возможность Умение Именно умение Приблизиться И дружить с Богом Так Что Какие бы не были внешние обстоятельства Он все еще ближе Кого бенеда С тобой Мы смотрим на физическое состояние Устанности Балезни О Твой дух И твоя душа Может быть поглажен Нашим прекрасным Господом Друзья мои Можно ходить с Богом Оказывается Можно дружить с Ним Можно с Ним дружить Поменьше ходить Пожалуйста, не ходите больше Я тебя прошу Джордж Не надо ходить Можна Стат Имею виду дружкам Длиским дружкам Ни сандэ Ни пастора Я имею виду Стат Близким дружкам С хозяином земли Можно ходить с Богом Товарищи Можно так дружить с Иисусом Он будет ближе Соседа Ближе Супруги Ближе Дитей Можно дружить Вот так С Богом Можно познать Бога Вот так И Несерьезно вам говорю Друзья Это не только возможно Но хочу Поделиться с вами Сейчас То, как я обнаружил То, что я понял Как можно это достичь Помните Книга Я написал книгу Жизнь предсказуема Кто знает об этом В этой книге Мы говорили о том Что если Кто-то От один человек Когда-то Что-то сделал Или достиг Какую-то вершину То Эту вершину Так же Сможет достичь Любой другой человек Если он Будет знать Какие Шаги Принимал Тот Второй человек Допустим Пидесят лет Амуназад Тем более Стол лет Амуназад Считалось Что только Профессиональные Абушенные Люди Могут Ездить Заролон Вадить машину Тот А также Так И считает До сих пор Но то Извазнение Что это уже Не правда Каждый Сможет Наушиться Ездить Заролон Допустим Всего лишь Двадцать лет Амуназад Весь мир Считал Что только Люди С вещем Инженерным И компьютерным Образованием Могут Работать За компьютером Но кто Теперь из вас Знает Что все Кто захочет Могут Наушиться Работать На компьютере И работать Жить Предсказуемо Если мы будем Знать правила Итак Если Кто-то Когда-то Ходил С Богом Значит И мы Сможем Ходить С Богом Друзья мои Слушайте Слушайте Я не проповедую Пасторам Сегодня Я не проповедую Соседу Сегодня Я не проповедую Кому-то Я проповедую Тебе Я не проповедую Что мы Станем Его Фаворитами У Бога Есть Любимцы И эти Любимцы Именно Те Которые Отдали Себе Тому Чтобы Стать Другом Бога У Бога Есть Творение У Бога Есть Дети У Бога Есть Служители Но Также У Бога Есть Друзья Вы Можете Войти В это Количество Что Нужно Делать Чтобы Реально Стать Другом Бога По Пунктам Первый Пункт Что Нужно Делать Чтобы Стать Другом Бога Конспект По вашему Конспекту Поповеду Когда Авраам Поял Что Люди Которые Пришли К нему В этой Истории Которые Мы считали Предупредить Обстребление Содома И Гумары Что Они Были Присутствия Что Они Были Представители Бога Тогда Он Понял Что Место Которое Он Стоит Что Это Святое Место Что Бог Здесь Есть И Когда Уже Ушли Эти Мужины Ангели Все Все Авраам Авраам Аказался У Хадид Потому Что Он По Зезбол О, так это тяжело Как это тяжело Нам Атарваса от суете Как это тяжело Атарваса от Бегезни О, это не леко Такая простая фраза Он остался Он остался Движение вокруг него Он остался Звонки и звуки Вокруг него Он остался Чтобы прикоснуться к Богу Он не видит Что значит Оставаться присутствие Божье Любить присутствие Божье Это значит Ты сам сидишь Никого нету Слушай Голова у тебя полна мысли Чем ты мог бы заниматься в это время Ты думаешь Движение вокруг Это бишь нашего времени Суета Но если найдется От человека один Который сможет Среди всех суета мира сего Настолько Останить Божье присутствие Настолько любить Божье присутствие Что Примет решение Принабречь Суету Принабречь Позагневные занятия Отойти Оставлять их Чтобы Заставлять себя Сидеть Или стоять Вопрошая Лисобога Вот Эта Шелвеста Настолько Кандидатом Натого Соби Би Другом Бога Пашему Потому что Принимая Решение Аставаса На одном Месте Ишия Лисобога Ветим Самим Говорите Ему Я говорю Нет Семь Вешам Эта Вамира Я говорю Нет Моим Каким Тапри Паштенем Я говорю Нет Давлением Этого Мира Я Отказываю Чтобы Доказать Тебе Боже Мой Что Ты Самый Главный Для Моя И я Поэтому Отказываю Всего Дисциплинирую Себя Бить Только Твоем Присутствии Доказать Тебе Что Только Тебе Важен Только Тебе Важен Моя Жизнь Если Вы Сможете Доказать Это Бог Отказать Отсего Отсего Что Тянет Вас Каждый День И Чтобы Дисциплинировать Так А Он Не Говорит Первого Дня Он Может Первый Недел Ни Сиво Ни Говорит Он Может Первый Три Дня В Шеф И Думает Что Я Один Зест Он Есть Или Есть Вот Вот Эта Дисциплина Не Спрост Расскажу Вам Про Себе Я Не Понимал Детально Так Как Я Сейчас Понимаю Но Я Всегда Где-то Знал Что Чтобы Быть Великим Богом То Нужно Проводить С Ним Время И Я Помню Как Это У меня Путь Начался Однажды Я Сказал Господь Почему Эти Проповедники Все Говорят Бог Проговорил Бог Проговорил Я Говорю Чего Ты Мне Не Проговариваешь Я Хочу Чтобы Ты Тоже Мне Проговорил И Я Сказал Все Я Однажды Считал Как Кто-то Стоял Присутствие Будет Бог Ему Проговорил Я Говорю Все Я Буду Стоять В Твоем Присутствии И Не Уйду Отсюда Пока Ты Мне Промолился И Стою Я Не Уйду Отсюда Пока Ты Мне Проговоришь Господь Стою Говорю Господь Говорю Говорю Что же Ничего Не Слышно Смотрю На Чизе Пять Минут Я Прошел Это Пять Минут Как Пять Часов А Патом Говорю Нет Я Сор Равна Не Сор Равна Ни Сдам Са Ни Пай Ни Сдам Са Дак Ко Ко Са Пастаю Буду Житая Дак Ко Са Алелуйя Говори Господь Говори Господь Ведер Жал Смотрю Жизе И Шо Пять Минут Прошо Я Думаю Господь Прости Не Получилось Сегодня Я Завтра Попробую Еще Раз На Занятие Надо Ити Господь И Побежал Конечно Такая Практика У меня Это Паста Санды Вам Говорит Это Реально Это Истинная История Моя Со мной Слушали Только Такая Практика Чтобы Вы Просто Знали Как Это Тяжело И Какой Путь Надо Было Пройти Такая Практика У меня Такие Эсперименты Когда Я Пять Минут Десять Минут Тридцать Минут Ждал Чтобы Бог Ничего Не Слышал И Я Убежал Пошел Дальше Господь Не Получилось Пошел Молился Но Пошел Господь Следующий Раз Попробую Сегодня Я Не Получилось Но Следующий Попробую Наверное У меня Такой Попыток Было Наверное Штук Пятьдесят Протяжение Последующих Наверное Пяти лет Хочется Но Не Было Навыков Итак То Что Мы Сейчас Говорим О том Что Надо Любить Божье Присутствие Это Не Потому Что Ты Любишь Мороженое Ой Мороженое Полюбить Я Люблю Люблю Тут Это Не Любовь Которая Приятная Это Неприятная Это Не Хочется Почему Неприятно Оставаться Божьим Присутствием Потому Что Плод Всегда Воюет Против Духа Плод Всегда Желает Противного Духу Поэтому Как Ваш Дух Хочется Быть Присутствием Божьем Так Твой Плод Тебя Доргает Доргает Туда Доргает Туда Доргает Туда Доргает Туда Чтобы Ты Только Не Виде Живало Этого Алло Друзья Мои Но Когда Наступает Время Что Желание Угодить Богу Желание Найти Его Лисан Привешает Наступает Желание когда желание любить его и найти его больше чем желание у гадит плоти так да ведь дайот на ходите дотаку масса саяне что вы говорите боку пускай что будешь добудет сабдой но я не уидуазу на божье и это то что пережил авра а он не покинул это место пока бог не явился не приблизился к нему и наконец-то когда я принял решение я уже принял я уже дашу такого места что я говорю уже у южи лучшим рушим это самое я принял решение я говорю принцесса не беспокой меня я буду дома закрываться в комнате не буду кушать ничего молиуса болиуса а потом грета 36 дней она приехала с института ушила и начало жарить что-то там жарила оттуда мои неприятности начались раза три вот так это все кухня перебила моя любовь присутствует позже кухня победила короче кухня брала надо мной вверх как стать другом бога так хочется стать другом бога так душа желает этого так дух рвется но боже мой столько сил меня удерживает столько столько вещей меня отверг от но чтобы стать другом бога вам надо принять для себя решение то вам дороже и что вам дороже дружба с миром признание человеков или все таки вы будете плевать на все это только чтобы его найти я помню первый день когда я уже до того я конечно ходил на молитву это одно дело когда ты ходишь домой на ночные молитвы постился 10 дней 30 дней 21 день 40 дней до того как нибудь вот так но когда ты это делаешь ходишь это совсем другое дело чем пробивать с Иисусом ты можно просто за 40 дней ты конечно ты ходишь на работу но на раппно куда-то но в дом это одно дело но когда ты любишь что ты любишь сио по ностосу по ностосу сиво миско ваи сиво земно ва вообще что бибилтока он и те когда ты дай дожду и това мистерс бога что ты сможешь сказать ему ащу тебя и только тебя и ради этого готова с его отказаться я уже сказал я поиск я искал серпи пусть кто там не найдет квартиру искал искал не мог потом я нашел и я сказал принцесса вот адрес если через три дня я не позвону или через неделю виза вискору или баишите меня вот такому адресу но я на этот раз уже не вернулся лучше пропаду но пропаду поиска бога я ушел взял с собой только библию даже я воду не взял я настолько ащайме хотел его найти я закрылся вы знаете вы даже не представляете как это тяжело как это тяжело особенно когда вы не в природе когда вы в комнате после 12 часов нету телевидения нету магнитопона нету не живо нету телевизор на них только тей бог я молился болился когда я промолился три часа я понял что я устал я устал Плохо или хорошо, молюсь, читаю Библию, падаю, иногда я просыпаюсь, я ошнусь, а я на лесе, на полу где-то лежу. Как я туда-там отказался? Спал, проснулся, опять. И начинает на второй день после 24 часов, ты начинаешь чувствовать, как будто стены придавливают тебя. Как будто крыша прямо бьет тебе 200 килограмм, потому что ты не кушаешь, ты не положаешь на питание, нету сил, и по пространству начинает давить, не хватает кислорода, но это все. Но если ты хочешь стать другим Богом, надо уменьшить плот, надо этот процесс пройти, сколько бьет они стоят, день, два, три, пока Бог не явился. И на этой нотой недели Бог явился мне, но я бил три вопроса к нему, и он медал на каждой из них ответ. Теперь я поню, что Бог Авраама, не только в Библию можно дать нам читать, он стал моим Богом. Бог теперь не просто на небе, он стал рядом. И тогда я принял решение, что каждый Божий месяц я буду это делать. Сколько будет лица, я не знаю, но я буду это делать, сколько могу только делать. И последующие 10 лет подряд, не пропустил ни один месяц. Сегде я буду за неделю, чтобы быть с ним. Сейчас у меня другой этап времени. Но сам принцип должен продолжаться у всех нас. Это первое. Любить Божье присутствует, это так звучит? Так. Но это процесс, которому надо прийти. Иногда ты ждешь три дня, ничего не происходит, тот имеет силу уже три дня. Иногда надо пять, иногда надо семь, иногда надо две недели, пока он не явится тебе. Как это было с Авраамом. Следующий пункт. Как стать другом Бога. Это правда, я вам говорю, друзья. Помните, если кто-то прошел этот путь, то значит все, кто смогут делать то, что они сделали, могут тоже пойти этот путь. Понимаете меня или нет? Следующий пункт. Чтобы стать другом Бога, важно не только любить присутствие Божьей на служение, любить присутствие Божьей на час, на два. Это тоже хорошо. Но есть стадо. Но библисом Бога, другом Бога, нужно поиск за Бога, поиск Бога и поиск становления друга Бога. Если вы уже приняли это решение найти Бога, то обязательно вам придется потерять чувство времени. Нужно утерять, нужно потерять чувство времени. Нужно не считаться со временем. Надо перестать смотреть на часы. Это второй пункт. Кто хочет стать другом Бога, кто хочет стать близким Богом, должен не желать времени. Нужно желать времени. Представьте себе, что Моисей пошел на гору, встретиться с Богом. Он думает, на сорок минут хватит, и на полчаса. Полчаса проходит, и Бог не приходит. А я же сказал, чтобы меня старейшие там ждали внизу. Его ждут. Через полчаса вернется. А они возвращаются через полчаса. Через день они возвращаются. Старейшие ждут внизу. Через двадцать дней не возвращаются. Потому что Бог еще не являлся. Через тридцать дней не возвращаются. Возьмось наш. Тереза шутся временем. Мне не все равно, сколько времени. Знаете, когда я, как у меня была проблема со временем. Когда я вспомнил, хотел искать Бога, когда я только что покаялся. Я молюсь. Господь благослови меня сегодня. Я молюсь за все мои молитвы. И смотрю, пять минут прошел. Потом я говорю, хорошо, я буду молиться за весь мир. За миссионер, за проповедник, за все церкви. Молюсь за весь мир. Пятнадцать минут прошел. Говорю, все, уже не за что молиться. Надо уже все. Слава Богу, это продолжалось, пока я не получил решение Духом Святым. И когда я уже получил решение Духом Святым, я начал говорить на языках. Слава Богу, что язык, ты можешь говорить сколько, на языках можно молиться, сколько хочешь. Я говорю, мне все равно. Я буду барабанить, сколько надо. Я не знаю, за что молиться, буду только говорить все. Оказывается, это важно. И она дала мне силу, бывая там, больше времени. Но вот самое тяжелое поиск Бога и становление Бога, становление другом Бога, запомните, это количество времени, которые вы проводите с ней. Либо каждый день, либо в протяжении дня, либо в определенное время, в месяц или неделю. Почему я, почему мы решили делать эти посты, зимний и летний пост, для всей церкви? Потому что Бог мне это проговорил, научить народу пребываться, пребываться, пребываться при Сусе Божьей, оставаться при Сусе Божьей, на долгое время, это пути становления другом Бога. А вы знаете, что люди делали на пост? Приезжают, на 5 минуты уходят, никогда они не станут другом Бога. Никогда они, им даже не снится, что такое быть другом Бога. кто-то из вас заметил, на посту, иногда я прихожу и сижу там, сижу, пишу, слышу, и так далее. Не потому что, мне не тяжело дышать, или мне не тяжело по плоти. Так тяжело! Я убиваю эту плоти, я знаю, что я делаю. Сколько времени я смогу, максимально, быть в его присутствии, только он ближе становится ко мне. Запомните, время, затращенное с Богом, определяет и определит, насколько вы будете близки к ним. Поэтому эти посты, когда не только вы один, но много людей, это такой шанс, вы даже себя не представляете. Потому что, то, что я надеюсь, это то, что, когда вы уже с другими делаете, легче. Но когда ты сам, ух, как тяжело! Но, если ты вместе со всеми не можешь, тем более сам, ничего не сделаешь. И будешь попрощать, как мы думаем, пока ты не умрешь. Но люди, которые Бога уже, которые могут стоять, присутствие Бога, как только, что они появляются, после этого времени, Бог является. Неважно, насколько они проповедуют, спокойно, умно, или неумно. Как только, что они появляются, и открывают свой рот. О, земля, внимает их голос, ибо небо, поштил их, и Бог ждет, чтобы подтвердить, и слава их, неужели. Почему? Они уже доказали ему, что он весит всего, что он больше всех, и поэтому Бог больше всех, посчитает их. И не важно, какой у них недостатки. Темно-кожие, большой нос, большой маленький. Бог, дала их привлекательными, друзья мои. Они доказали Богу, они зарушили его, подешкою. Бог теперь может им доверить. И доверят. Кто-нибудь здесь, жаждет стать другом Бога, или нет? Это не тяжело. Я вам говорю, это не тяжело абсолютно. Если вы только сможете сказать, нет, плоти, похоти его, и мир, и просто закрыть их от себя, и дисциплинировать себя в том, чтобы быть с ним. Следующий пункт. Как стать другом Бога? Чтобы стать другом Бога, нужно научиться жертвовать. Я не говорю жертвовать деньгами, прежде всего собой жертвовать. Нужно уметь приносить себя на алтар. Поэтому Иисус сказал, кто же идти со мной, пускай отвергнет кого? Себя! Прежде всего! Потому что тот, кто отвергнет себя, ему легче отвергнуть себя. Иисус сказал, ему легко. Потому что, чтобы искать лицо Бога, как я говорил сейчас, да, и проводить время с Ним, это нужно отжертвовать времени, которые ты должен быть проводить, на работе быть, или время, когда ты должен гулять, выселиться, или как это? Время отдыха, или время времени развлечения надо жертвовать. Ну, времени, когда ты смотришь телевизор, когда ты, ну, чем-то пытаешься. Это нужно жертвовать удобство. Это нужно жертвовать пищей, едой. Это нужно жертвовать времени с семьей. Если не отвергнуть себе, невозможно это видеть. Надо отвергнуть себе, надо быть межом для себя. Это жертвовать. То есть, отказаться от себя, говорить, я никто, Господь. Я коробка всего лишь, я никто, я всего лишь все, плод. Я никто, мне ничего не важно, кроме тебя. И тогда он взял и все остальное доступно тебе. Это нелегко, друзья. Допустим, некоторые из вас, вы даже не можете жить во время ни по телефону. Некоторые из вас находите в церкви, вы уже думаете, кому звонить, кто мне сейчас должен перезвонить. Вы все, наркоманы. Все. Некоторые стали наркоманами телевидения. Если вы, некоторые из вас, если вам не позвонят в течение одного дня, вы уже переживаете, вы уже дорого эти шутки, дорого. Все. Вы учите зависимости. Все, полностью. Вот, а чтобы искать другого Бога, надо выключить телефон, никто вообще никакой голос не слышит в мношем мире. Отключаешь всякий плоский, человеческий голос, чтобы ты мог слышать Божий голос. Божий голос. Отключай все телевизор и все это самое, чтобы ты мог увидеть Божий каждый день. Аллилуйя. Это жертвовать надо. Надо как стать другом Бога. это не тяжело, абсолютно. Это легко. Но надо только умереть для себя. Следующий пункт, чтобы стать другом Богом. Но мой вопрос к вам еще дашь. Как вы будете известны на небе? Как вы будете известны? Как вас будут знать на небе? Как друга Бога или просто как один из людей? Короче, статистика. Но кто-то там живет и все. Какими вас будут знать на небе? Каким Бог вас признает? Из тех людей, которые могли перешагнуть себя и стать Божьим товарищем или из тех заурядных, которые не могут разносят право от левоя? Ведя, каждый может стать Божьим другом. Каждый может. Только надо решить идея сфера. Следующий пункт, друзья мои, как стать другом Бога. Надо научиться доверяться Богу. Всего довериться Богу. Пошел на молитву, не знай, что не живете в мире? Довериться Богу. Объявил пост, не знай, что будет. Баной довериться Богу. Что будет, что будет, я ему доверяю. Авраам мог принести жертву своего сына. Он настолько доверял Богу, что он знал, даже если я его убил, я знаю, что он мне дал во первых. Если даже я его зарежу, то он знает, как он вернулся. Я не знаю, как он вернулся, но он знает, он автор жизни, пусть он тогда вернулся. Он настолько доверяет Богу, что он способен оживотворить этого ребенка, надеюсь, что он его убьет. Вот это доверие единственное ребенок. Не просто. И кто-то мне говорит, пастор, как можно так ездить? А до церкови? Вы не знаете, что происходит? Все. Я уже сдал экзамен это. Довериться Богу всему. А как можно так много? Я каждый месяц где-то до 15 самолетов меняю. Любой из них может что угодно может быть. Все. Надо научиться довериться Богу. Довериться Богу. своей жизнью. Своей обстоятельств свое всего. Что кто не может вот так полностью уповать и довериться Богу, не то, что не может стать другом Бога. Тут вообще близок не может быть. Для меня слова переживали уже нет в лексикон. Ни за что никогда уже не переживали. Спокойно все отношуешься. Почему? Чтобы быть другом Бога. Надо научиться ему довериться. А все. Если Авраам смог это делать, мы сможем, друзья. Следующий пункт. Чтобы стать другом Бога, нужно научиться быть послушным. Не просто как-нибудь быть послушным, рано или поздно, еле-еле. Нужно научиться радиканному послушанию. Какому послушанию? Радиканному. Я помню, когда нас гнали здесь, когда на нас наезжали, я всегда говорил моей принцессе, она говорит с пастором, давай едем, уедем отсюда, потому что нас не хотят, значит, зачем нам оставаться? Я ей говорю, принцесса, если только Бог мне скажет уехать с Украины, сегодня утром, вечером, я уже не будет. Вот насколько радиканному. Через месяц, или через неделю, если он скажет мне сегодня уехать, я завтра, вечером, сегодня я уже не буду. Вот радиканному послушанию нет, прошли месяц или два месяца назад, когда Бог мне сказал, все, тебе надо будет заниматься миром, я пришел, я говорю, все, я был готов уехать без конца, радиканному послушанию, не спорить с Богом не устраивать переговоры и торги с Богом ну давай я может быть значит ты господин твоей жизни, ты на троне если он господин если он Бог наши дела только послушаться и покоряться понятно или нет как бы это тяжело не было вот только люди, которые научились вот так довериться и послушаться сразу Богу только на них Бог тоже многовенно реагирует насколько ты быстро послушание Ему настолько Он реагирует быстро тоже многовенно на твои голос и молитвы следующий пункт друзья чтобы стать другом Бога нужно иметь страх Господин я вчера проповедовал пасторам и я им говорил очень много поводов мужчинам проповедовал чтобы грешить особенно когда вас вы пастор или вы известный человек или вы успешный человек очень просто грешить вы знаете статистика говорит если вы пастор мужчина то у вас влюблена минимум пять процентов вашей церкви и это большое нужно иметь ведущую и страх Божий чтобы не начать прыгать с одной женщиной на другой потому чтобы знать что тебе влюблены и все равно любить людей без Божьей любови без пристрастия все равно любить и все равно оставаться служителем и все равно иметь достоинство это слушайте страх Божий сохраняет нас от греха и от падения и люди которые имеют страх Божий они могут стать другом Бога и так давайте повторим эти шести пункт которые мы назвали чтобы стать другом Бога первый какой второй первый это любовь Божьему присутствую второй быть терпеливым чтобы не жалеть времени третий научиться жертвовать собой четвое научиться доверяться Богу пятый быть послушным Богу многодовенное и радикальное послушание Богу шестой и мастер и мастер Продолжение следует...